Ну что же, всем доброе утречко. У нас сегодня вторник, рабочая неделя в разгаре. Мы сегодня с Артёмом прокрутили афёру. Ой, не могу. В общем, я говорила вам, что каждое лето, июль месяц я отправляю его в летнюю школу, конечно же, в той же школе, где он учится. Делают такой, как бы, небольшой лагерь. И дети ходят там, занимаются всякими занятиями. И бассейник у них там. Ну, в общем, проводят хорошо время, они сидят дома, как дурачки в планшетах. Вот. И в этом году я что-то завтыкала, я что-то его не записала. И вот вижу, что вчера он посидел один день дома и вылазил на стены. Короче, я все эти дни пыталась им дозвониться, дописаться. Но, как всегда, то фиеста, то выходные, то ещё что-то никто мне, конечно же, не ответил. Мы сегодня на свой страх и риск решили просто пойти. Ну, чтобы вы понимали, как бы здесь это серьёзно, надо заполнять кучу бумажек, кучу всего. Что ребёнок записан, чтобы он был зафиксирован, что он есть. Плюс ещё с моим ребёнком, у которого диабет, как бы, тоже надо такой подход, чтобы ему и еду сделали, ту, которую нужно. И чтобы имели в виду, в общем, что он есть. Ну, он не записан. Короче, мы пошли, я его оставила там, объяснила ситуацию. Так как там наша любимая воспитательница есть, которая, ну, очень хорошо она знает, так как Артём у меня всегда остаётся на все экстра занятия. То она разрешила нам остаться. Ну, посмотрим. Надеюсь, сегодня мне позвонят. С их фирмы сами начнут меня выискивать, так как у них один лишний ребёнок. Ну да, так как я их выискиваю и не могу найти, то сейчас они меня будут искать. Так что вот такую я провернула, короче говоря, маленькую афёру, потому что не знаю, чем это закончится. Ну, скажут нельзя, нет места, ну, нет места. Позвонят, приду, заберу Артёма. Это ж такое дело. Тут как бы без проблем. Просто что реально очень много времени, много каникул. Ну, сидят, знаете, смотрела лагеря, лагеря, которые, ну, вот отправить там от них хотя бы на 20 куда-то. Вот так никогда Артёма никуда не отправляла. Блин, такие цены вообще. Вот тысячи евро. Ну, понятно, это оно, оно так и будет стоить, естественно, потому что, ну, вот смотрите, летняя школа, например, которая просто как школа обычная, график школьный, с 9, например, до полпятого, где есть столовка и всякие занятия, вот чтобы вы понимали, это от 400 евро в месяц. От 400. Естественно, когда детей забирают на автобусе, везут в какой-то лагерь, где они живут и спят, и едят, и куча там учителей, куча воспитателей, куча преподавателей, которые ими занимаются. Конечно, пусть это 20 дней, или вот мне рассказывали, за 10 дней тысячу чем-то евро было. Естественно, потому что это 24 часа в сутки присмотр, плюс сколько? Четырех-пятиразовое питание, как здесь, в принципе, у испанцев принято. Завтрак, перекус, обед, следующий перекус, ужин. И так они все едят пять раз, как бы минимум, да? Поэтому, естественно, это будет стоить таких денег, потому что на это все нужно оплачивать, естественно. Так что вот такие вот дела. Ненароком вспомнишь вот те советские лагеря, которые были. Я, конечно, их не вспомню, потому что я родилась уже после Советского Союза. Я родилась в 90-м, и я это не застала. Но в мое время были лагеря еще, мои друзья многие ездили, меня родители никогда не отправляли, мне очень хотелось, но, как всегда, не было денег. Я никуда не ездила, но я знаю, что они были лагеря. Плюс мама рассказывала, что в Советском Союзе были лагеря, дети ездили, цены там были смешные, ну, тоже там то выдавали путевки по работе, то еще что-то. Ну, как-то я не буду уточнять, не знаю. Это вот то, что она немножко рассказывала. Ну, она всегда мне говорит, вот ненароком вспомнишь Советский Союз, так оно было все оплачено, и вот дети были пристроены, действительно. А сейчас... Нет, сейчас тоже можно детей пристроить куда угодно, куда угодно, лишь бы были деньги. Если есть деньги, можешь пристроить куда угодно. Но все по таким ценам, конечно, что не натянешь на уши. Так что вот такие дела. Я бегу в банк, потому что мне заблокировали один счет, из-за того, что у меня же резиденция была моя просроченная. Я же только недавно забрала карточку, и все вроде вовремя сделала, по приложению им документы отправила, но почему-то оно у них там не принялось. Что-то там у них произошло, короче. Счет заблокирован, и мне сейчас надо все бросить и бежать в банк, потому что, если я это не решу, из банка, получается, ничего не могут снять, ничего не могу оплатить, потому что счет заблокирован. А у меня там все коммуналки, ну, все платежи по дому. Ну, короче, в общем, кто живет в Европе, тот знает. А я думаю, сейчас уже это не только в Европе, я думаю, сейчас уже только везде, что все коммунальные платежи, интернет, и это все уже подтягивается к счету в банке, и все. Поэтому вот такие вот дела. Потом надо идти к учительнице, к Артемной, потому что она там должна выдать табель, рассказать эволюцию ребенка за этот год, короче. А я сегодня, вот, бегу-бегу, а я, конечно, себя чувствую не очень важно, приболела чуть-чуть, ну, нормально, нормально. Главное не засиживаться дома, а то, знаете, такое еще хуже состояние становится. Ну, по крайней мере, это у меня, это у меня. Возможно, кто-то отлежится, ему легче. Я, в принципе, вчера специально легла пораньше спать, дабы, ну, попыталась лечь пораньше спать, но у меня не очень это получилось. Вот наш консум, в который мы не ходим. Так что я побежала. Все, не буду болтать ерунду. Встретимся попозже, дорогие зрители, когда у меня будет что-то интересное для вас. Ой, вы знаете, мне только что такой вопрос задали интересный. По поводу, знаете, чего? Сейчас покажу вам очередные цветы. По поводу отъема детей. Какая интересная тема. Вот. Не знаю, почему мне задали этот вопрос. Наверное, из последнего видео просто. Значит, я честно вам скажу, я не знаю. Потому что у меня нет никого из знакомых, у кого это происходило. Я знаю, что происходило, но. Слава богу, я с таким не встречалась. Поэтому не буду лезть туда, где я без понятия. Для того, чтобы не дезинформировать, как говорится. Но то, что, конечно, права ребенка очень защищены, это понятно. Причем их учат в школе, с малого, с малого. Их учат в школе о том, что родители их бить не имеют права. Что кричать на них родители права не имеют. Что они, дети, имеют право написать заявление на родителей, если родители их обижают. Это правда. Сам Артем мой, уже 9 лет, он мне об этом говорил, что им это рассказывали. И было такое, что он мне говорил, я напишу на тебя заявление, что ты там типа мне там то-то, сё-то. Говорю, давай, чеши, с богом. Говорю, скажи, а тебе дорога. Говорю, поживешь в интернате пару месяц очков и вспомнишь про маму, и захочешь быстро домой. Ну, я как бы к этому всему так отношусь, потому что я понимаю, чему быть, как говорится, тому не миновать. И если даже когда-то бы произошёл такой момент, то он бы произошёл. Ну, стараюсь так воспитывать, дабы всё было в понимании, но всякое бывает. В школе, к сожалению, да, в Европе учат таким вещам иногда, которые на уши не натянешь. Я вам так могу сказать, что расскажу быстро, в двух словах вам мой личный опыт, когда я, опять-таки, проживала с испанцем. У него дочка есть, которой сейчас лет 19. Ну, на то время, когда я с ним жила, несколько лет назад, ну, там было вот 14-15-16, вот это, не помню точно, вот приблизительно, в общем, переходной возраст. И получилось так, что начался у неё переходной возраст достаточно сложно. Она вдарилась во все тяжкие, в плане гулик, в плане курения. Выпивки, всего-всего, что можно употреблять. Здесь это всё очень доступно. Плюс девочка ни в чём не нуждалась. Были у неё средства для этого всего, естественно. Поэтому всё это давалось как бы легко и просто. Училась плохо. Ну и так получилось. Я вам как-то отдельно расскажу об этом. Интересный такой случай и опыт в моей жизни. Она потом пришла к нам жить. Она год с нами прожила. Это тоже вообще супер-мега опыт был. Такой интересный, что тоже как расскажу. Ну, в общем, тогда на тот момент она, по-моему, с нами не жила. Она жила со своей мамой. Но было такое. Она приезжала на выходные регулярно. Он её забирал, естественно. И в этот период было такое, что она загуливала, не отвечала, выключала телефон. В общем, вечно это были ссоры, скандалы, потому что он вечно её искал. И было такое, что она перестала приходить ночевать домой. Один раз она выключила телефон и просто не пришла вообще. Не отозвалась, не предупредила, естественно. Ну, папа её, естественно, стал искать. По друзьям, по подружкам. Ни слуху, ни духу, естественно, мы стали переживать, потому что домой она не вернулась. Телефон был отключён. Ну, понятно, что думают родители. В первую очередь, что что-то, не дай бог, случилось. Потому что, конечно, если дети предупреждают, что они там где-то гуляют, ну, это одно. Тем более сейчас телефоны, все эти коммуникации, это всё очень легко. Ну, а тут, естественно, она знала, что её не отпустят на ночёвку. И она решила просто выключить телефон и не испариться. Что получилось? Что он всё-таки пошёл в полицию. Пришлось идти, потому что много времени прошло. Ну, как много. Сутки её не было. Она продолжала не отвечать. Естественно, все её подружки тоже морозились, непонятно, что там как. И нашёл он её через полицию, естественно. Когда она вернулась домой, у неё было очень деловое лицо, потому что полицейские там, в участке, ей сказали, что ты сейчас возвращаешься домой, вот так и так, всё, всё нормально, вот папа искал. Но если, не дай бог, он поднимет на тебя голос, либо он поднимет на тебя, не дай бог, руку, либо что-то тебе захочет сделать, вот номер, на который ты звонишь немедленно. Вот, представьте. То есть она абсолютно безнаказанно выходит за, можно сказать, свои проступки, понимает, что папа ей не сделает ничего, потому что если только у него возникает какая-то мысль, хотя бы её, грубо говоря, вычитать, понятно, что её бы никто за это не убивал. Жива-здоровая, слава богу, это же естественно. Просто, как любой папа, он переживал, что могло же что-то случиться, мало ли. Сейчас таких случаев, дай боже. Вот такая вот ситуация, можете себе представить. Сказать, что, ну, как бы, типа безнаказанность, да, грубо говоря. Хотя, опять-таки, она себя так вела по вине родителей, считаю я, потому что не было нужного воспитания. И всегда, ну, я считаю, что любые проступки детей – это вина родителей. Это я так считаю. Это моё, опять вам повторюсь, субъективное мнение, потому что всё равно дети, которых более-менее воспитывают, которые в нормальных условиях, ну, они всё равно такой ерундой не занимаются. Да, есть дети, как все дети, что что-то где-то случается, где-то чего-то происходит, где-то мы все гуляли, понятно, но всё равно, если более-менее должное воспитание, мне кажется, нормальные дети, грубо говоря, нормальные, ну, так не поступают. Поэтому здесь винить её, я её, например, никогда не винила, я прекрасно видела ситуацию, там была ситуация очень сложная, что родители давно разошлись, мама занималась своей личной жизнью, папа своей личной жизнью, и девочка была просто потеряна, ей не уделялось должное внимание, должное воспитание не было, причём во всех отношениях, во всех отношениях. Поэтому, допустим, вот такая ситуация. Но, чтобы вы понимали, что да, если ребёнку приспичит на вас написать заявление, это существует. Поэтому вот такие дела. И я думаю, что отнять ребёнка тоже могут запросто, если где-то что-то, здесь, например, нельзя бить ребёнка на людях, не дай бог, кричать. Но, опять-таки, я очень часто иду по улице и всё это вижу, когда это делают сами испанцы, бьют детей, те орут, когда латиноамериканцы это делают. Сказать, что им там что-то за это происходит, ну, как бы, нет, наверное, не знаю. Но, слава богу, на моей практике вот такого не было. Вот с полицией вот такой вот случай был. Поэтому, да, после того, кстати, как она один раз ушла, она потом ещё уходила, ну, он уже её не искал, уже в полицию не ходил, понимал, что, как бы, ну, знаете, такая вот безнаказанность как-то. Но, опять-таки, повторюсь, всё это была вина родителей. Ну, считаю, по крайней мере, я. Возможно, у вас по этому поводу будет другое мнение, но всегда мы, мы всегда пример. Мы всегда, то есть то, что делаем мы, то будут делать наши дети. Хочешь или не хочешь. Потому что дети смотрят на нас. И я всегда говорю свою любимую фразу, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя, потому что ребёнок, он губка, он воспринимает всё то, что вокруг него. Если вокруг него вот это, то он именно вот это и будет делать. Короче, как видите, афёра, афёра наша не получилась. Я отвела Артёма, но мне позвонили, сказали, что, к сожалению, на этой неделе у них мест нет. Можно начать с понедельника. Ну, слава богу, с понедельника. А эту недельку пока глухуемся дома. Так что нам весело. Делаем дела, работаем, короче, будет не помогать. Всё, помощник мой. Зато я поговорила с учительницей, сходила к ней, забрала оценки. Боже, как она его хвалила. Вы себе не представляете, какой он трудолюбивый, какой он порядочный. Всё выполняет. У него все оценки идеальные, эксцеленты. Вы представляете? Всё сдал на отлично. Это учитывая то, что я вообще ему ничего не помогаю. Вообще. Он всё делает сам, потому что у него все предметы на Валенсиану. Валенсиану – это язык местный валенсианский нашей области, который достаточно отличается от обычного испанского. Естественно, я ему помочь в этом не могу вообще. Короче, ну вы хваляла она его так? Вы себе не представляете. Но хочешь aprender? Ой, боже. Сой мала. То бишь, я плохая, понятно? Так что дифиран бы пела во всём. Что очень ответственный, что дисциплина, что организация супер-мега чистый, красивый, все у него тетрадки, почерк идеальный. Ну это как я, короче. Потому что я писала красиво, это правда. Раньше. Сейчас некрасиво пишу. Короче, так приятно. Такой бальзам на душу, такой бальзам. Ой, вы не представляете. Вы не представляете. Так что такие дела. Ну а так как мне сегодня надо в центр, очень быстренько Артёмыч со мной, что мы вам сделаем? Маленькую экскурсию. По центру Валенсии, как всегда, покажем красивые улочки, красивые большие фикусы, деревья. Ну и так, всякого интересного расскажем и покажем. вот так вот. У нас сегодня что? У нас сегодня тепло, хорошо. Жара приближается, хотя ночью было достаточно прохладно, 26 градусов. Ну а днём, конечно, уже все 30. Ну ничего, ветерок прохладный ещё даже. все кушают мороженки, веткафики. Я вам скажу честно, мы сегодня тоже уже скушали по мороженке с Артёмом и с мамой. Мне кто-то опять спрашивал, что совсем ли я не ем сладкого, очень даже ем, очень даже много ем. Ну как, немного. Нет, я во многих случаях я себя воздерживаю. Если бы не воздерживала, ела бы каждый день, целый день и по 5 раз в день. Потому что я всю жизнь очень-очень сладкоежка. И для меня вот, мне кажется, я всё люблю сладкое. Ну, возможно, есть какие-то исключения, такие как типа халва, например, я не люблю. Или что ещё из сладкого, что я бы ну совсем не ела. Ну, мне кажется, а, киевский торт, например, я не люблю. Ну, не люблю просто из-за того, что для меня это как бы типа не торт, ну, из-за своей текстуры. Вот. Просто безе кушать, да, мне нравится. А вот как его сделали типа тортом, мне немножко не нравится. А раздельно как бы я бы типа ела. Ну, если бы это был не торт, а просто кусок хорошего безе. Вот. Так что вот такая сладкоежка. Сейчас я тоже иногда ем. Конечно, намного меньше. Могу вот есть одно мороженое. Сейчас летом очень хочется мороженка. Хотя недавно читала о том, что мороженое это вообще самая-самая гадость. Учитывая то, что в нем и сахар, и молочка, которая нежелательна, и плюс еще жиры. Жиры, которые тоже там далеко не полезны. Ну, в общем, такая, знаете, типа смесь термоядерная. якобы это сладость такая самая плохая, можно сказать. Хотя я с этим, наверное, не соглашусь, потому что я его люблю. Ну, в общем, если вы хотите что-то сладкое, то, конечно... О, наш автобус. Чтобы это был, конечно, шоколад. Шоколад все-таки более натур-продукт, если он более-менее нормальный. Это все-таки какао-бобы. Да, там есть сахар, но по крайней мере это более-менее натуральная сладость, можно так сказать. Поэтому мы поехали с Артемом дальше. Покажем вам там потом попозже немножко центр. Что тут за флаги? Короче, чем еще кого нет? Пойдем. Пока будем ждать. Уже перейдем быстренько. Вот так. Мы продолжаем наше движение по центру города. И вот тут такие столики. Все перекусывают. Куча у нас туристов. Такой движняк в центре. Обалдеть. Да, в чем? И везде что-то вкусненькое кушают. Мы с Артемом уже просто покушали вкусненькое. Ну и там красивая маленькая есть площадь. Но мы потом на обратном пути туда зайдем, может, если мы будем сюда идти. И обязательно вам покажем. А здесь у нас как обычно что? Очередная церковь, наверное? Да, конечно. Мама всегда удивляется, говорит, как они вот так сидят на улице за столиками возле всех этих машин, всех этих автобусов. «Я не понимаю», говорит. Ну вот так вот, как вот здесь вот сидят. Ну а тут, знаете, привыкли уже люди. У них вся жизнь на улице проходит. Тепло. Туристы тоже садятся и как-то, ну как-то, не знаю, так заведено, что сидят. Я тоже не очень люблю садиться за столиками вот так вот прямо возле дороги. Мне тоже не нравится, честно. Я очень люблю, когда вот, пусть тут будет дорога, а вот столики вот там и вот там бы я бы села. Вот, вот там, вот в том уголочке, где машины не ездят, да. Очень, очень вот там вот уютно и хорошо. Вот так и мне нравится. Вот тут тоже я бы, наверное, не села. Мне тоже не очень. Конечно, красиво, смотрите, скатерти белые, все ухожено, но как-то да. или хотя бы вот так вот сесть. Уже не возле самих машин. Ну вот, люди сидят и ничего, нормально им. Так что, на любителя, на любителя, понятно. Просто шумно, даже вот, если сидишь, отговариваешь, и ладно проезжают машины, например, видите, таксисты почти все ездят на электро. Гира на derecha для продолжения карьеры в Сан-Висент-Марк. Гибриды машины, которые, ну, очень тихо ездят. Вау! Ага, какая девушка класса. А вот, например, автобус гудит очень сильно. Вот такие вот в центре есть маленькие, узенькие улочки со всякими магазинчиками такими интересными. Вот все, например, магазинчик интересный с травами, со специями. Прикольно. А вот, вот площадь. Вот такие вот улочки. А тут это что? Ага, Casa de Arosa Cipayas. Здесь у нас делают рис и всякие поэйи национальные. Да, Артемчик? А мы там с Артемом нашли, как он называется, книжный магазин. Книжный. Артем у меня любит ходить по книжным магазинам. А вот. Ну, в общем, такое оно все старинное. Ну, прикольно. Мне очень нравятся эти улочки такие. Везде куча кафешек, магазинов. Ну, для туриста вообще супер. Вот всякие антиквариат продают. И не только. Так что вот так. Сейчас мы вас поведем под дождик. В жару. Да, тут есть дождик. У нас тут есть в центре такая зона, где можно охладиться. Я ее уже показывала, эту зону в прошлый раз. Это такие интересные фонтанчики. Вот. Сейчас мы вам покажем. Все ездят на лесопедах, туристы. Самое удобное, самое удобное средство для передвижения. А вообще, ой, боже, такой грилл. А вообще, я очень люблю ходить пешком. Потому что это очень удобно. Ну, конечно же, я всегда могу. Вот наши фонтанчики. Вот нас сейчас сожрет Артем. Вот они, вот они, вот они, эти фонтанчики. Здесь можно охладиться, присесть на лавочку и на вас будут распылять водичку. Темыч, подождем, пока будут нам пшикать эти пшикалки. Вот, так что там кто-то говорил по поводу Артема на панамке. О, вот оно, вот оно. То, что я на него напялилась, затянула на нем панамку. Он все это делает сам. Я его абсолютно ничего не заставляю. А просто ему рассказываю, как у меня был солнечный удар и мне было очень плохо. И у него тоже был солнечный удар. Было такое в школе, когда началась жара. Они гуляли на патио. Патио – это их двор. И он пришел, но было очень плохо. Была тоже рвота. И я думала, что натравился, но рвота была всего лишь один вечер. Больше нет. И мы потом сделали вывод, что все-таки это было из-за солнца, потому что на отравление не было похоже. Все, Тюмка, идем. Я имею четырешку. Да. Ой, смотрите, а там тоже, кстати, повесили такие штуки, как... Пойдем посмотрим, чем... Ой, как хорошо. Ух ты, класс. У-ху-ху-ху. У-ху-ху. Обалдеть. Вот, поэтому одевать я, в принципе, его не заставляю панамку, а он уже сам привык и понял, что от солнца может быть плохо. Чего и вам, кстати, советую. Одевать обязательно головной убор, потому что... Вот у меня, кстати, кепка есть, я сейчас ее тоже одену. Просто мы как раз только вышли с Артемом и я не одела ее, но она у меня всегда с собой. Если вы заметили, у меня тоже много видео, где я в кепке, либо панамка. Ну, я в основном кепку ношу, чтобы она не слетала. Шляпки тоже люблю. Ну, если ветер. Смотрите, что тут нацепили в центре. Видите, что был тенечек. Да, если нас будет ждать такое же лето, как в прошлом году, то мы будем жариться живьем. Потому что в прошлом году была аномальная жара. Прямо вот... Чур-чур. Класс. Прикольно сделали. Да, Тёмочек? Очень красиво. Вообще, люблю я так, знаете, моду туриста называется. То бишь, включаешь режим туриста и шастаешь. Я очень-очень люблю путешествовать, но не путешествую. Пока что. Но я надеюсь, что получится. Очень скоро. Не теряю надежды в том, что будут возможности путешествовать постоянно, потому что чувствую сейчас, что мне этого очень хватает. Очень не хватает вот именно таких новых, хороших впечатлений, которые вот дают именно... Именно туризм дает. Именно путешествия. Что это, Тёмыч, за штуковина? Уф-ты! Это вода! Точно! Джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин. Прикольно! Что это за штуковина такая? Давай-давай, Тёмыч, работай. Ой, не могу. Так что вот так вот. Мы будем двигать домой. Нам уже пора. Потом вам ещё что-нибудь интересное покажем. Продолжение следует...